Трижды герой социалистического труда Юлий Борисович Харитон один из крупнейших отечественных физиков 20 века и ключевая фигура советского атомного проекта. Он многие десятилетия возглавлял наш институт и до 1992 года оставался бессменным научным руководителем Федерального ядерного центра в НЕВ. С началом реализации атомного проекта всем руководителям было запрещено пользоваться авиаленьями в целях безопасности. Поэтому в 1951 году Юлий Харитон получил в свое распоряжение персональный вагон. Чуть менее 25 лет назад вагон прибыл из своего последнего рейса. И первым, кто предложил идею сделать из этого салона музейный экспонат, был помощник Юлий Борисович Харитон Александр Иванович Водопшин. Но по причине значительных габаритов экспоната было очень много сомнений, обсуждений. И вот, наконец, в 2019 году директорам было принято решение, дано добро на то, чтобы реализовать эту идею. Более 30 лет вагон служил для Юлия Борисовича вторым домом. Большую часть времени он проводил в рабочих командировках. По устному распоряжению академика вагон отправлялся в Москву, на Семипалатинский полигон, на север. Именно здесь проходили большинство важных совещаний с академиками, министрами, известными учеными. После смерти Харитона с 1996 года вагон находился на запасном пути. Железнодорожники Рафиадс ВНЕФ бережно сохраняли его в течение 25 лет. Для нас принципиально важно все, что связано с историей КВ-11, с историей ВНЕФа, с историей Сарова. И, безусловно, все, что связано с легендарным человеком Юль Борисовичем Харитоном. Сегодня вот этот экспонат, который будет доступен, он, безусловно, внесет свою лепту, он покажет, что Юрий Борисович был простым человеком, несмотря на свои выдающиеся способности. Что он был доступен, что он в рамках своей жизни и своей деятельности показал, каким образом и как можно служить своему народу. Впервые вагон был представлен широкой публике в 2015 году в составе экспозиции передвижного выставочно-лекционного комплекса «РЖД поезд инноваций» и вызвал у горожан неподдельный интерес. В 2019 году по решению директора Рафиадс ВНЕФа Альентина Костюкова начались работы по реализации проекта реставрации и музеификации вагоносалона. И сегодня каждый житель города может своими глазами увидеть уникальный экспонат. Начну с шутки. Когда он появился здесь и люди спрашивали, как он появился, мы сказали, по железной дороге. Там действительно была железная дорога построена, вторая, то есть дополнительный путь. И на дополнительном железнодорожном пути он у нас монтировался вагон, перегружался, ставился, красился и после этого уже появился в этом месте. Сейчас вагон-салон стоит в специально построенном павильоне Музея ядерного оружия. Специалисты сделали его по-настоящему уютным и при этом сохранили исторический вид интерьеров. Посетители могут осмотреть личное купе академика, купе для сопровождающих, отделение для проводников, кухню, зал для совещаний и рабочий кабинет Юлия Борисовича Харитона. Увидеть вагон собственными глазами сравчан приглашают в новогодние праздники. Музей ядерного оружия работает 3, 4, 5 и 6 января с 10 до 15 часов.